А вот первую строчку в статистике стран, больше всего пострадавших от эпидемии коронавируса, удерживает США. Более 190 тысяч зараженных и более 4 тысяч погибших от инфекции. Сейчас около 80% американцев обязаны оставаться дома. Жизнь практически парализована. Центром эпидемии остается Нью-Йорк. В среду вечером туда прибыл самолет Ан-124 с российским медицинским оборудованием, предназначенным для борьбы с заболеванием. Как сообщает американский госдепартамент, в числе прочего доставлены аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. В разных штатах США ситуация складывается по-разному, и это зависит от многих факторов. Нам удалось связаться с бывшим корреспондентом нашего телеканала, а теперь с жителем Чикаго, который призывает земляков вместе переждать это непростое время. Как долго продержится карантин, мы, к сожалению, не знаем, но надеемся, что совсем скоро ситуация изменится в лучшую сторону. А пока без надобности из дома не выходим, а если и выходим, то только с масками, что и вам советую.